МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Интеграция в общество в Чувашии трудоустраивают людей с ограниченными возможностями и проводят спортивные турниры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный Чувашский праздник на Оргкомитете по подготовке к Дню Республики озвучили новые идеи и предложения. Камера, мотор начали. В Чубаксарах стартовал 4-й Всечувашский кинофестиваль АСАМ. С 1 января 2020 года в Чувашии вывоз мусора подешевеет. Тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов сниз за счет освобождения регионального оператора от налога на добавленную стоимость согласно принятому федеральному закону. Об этом сообщила в ходе совещания руководитель Республиканской госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. Мусорная реформа в этом году в прямом смысле очистила республику от большинства несанкционированных свалок. В селах организовали вывоз твердых коммунальных отходов, а в платежках появилась новая коммунальная услуга. Сейчас каждый житель в среднем за вывоз мусора платит 76 рублей в месяц. Цена складывается от расходов компании плюс себестоимость, которую делят на количество плательщиков или метры жилья. Вывоз ТКО – это коммунальная услуга. Справедливее платить так, сколько мусора потребил, столько и заплатил. Для точного расчета тарифов на селе и в городе специалисты Минстрою Чувашии проверили замеры мусора на местах. Согласно новой схеме для граждан меняются правила расчета тарифов на вывоз ТБО. Теперь региональные операторы не смогут перекладывать на потребителя расходы на уплату налога на прибыль и экологический сбор. Снижение ожидается в среднем на 7,5%. Так, с начала нового года сельчане будут платить за мусор 49 рублей, горожане 61 рубль. В одном из детских садов Чебоксарского района больше 30 лет не меняли окна. А водонапорную башню в селе Акулево местным жителям приходится ремонтировать своими силами каждую неделю. Такие проблемы озвучили жители Чебоксарского района, председателю госсовета Чувашии Альбине Егоровой и уполномоченным правам человека в республике Надежде Прокопьевой во время приема по личным вопросам. Как планируют их решать, узнавала Ольга Пырочкина. Село Синьяло Чебоксарского района. Детский сад Пепке. В переводе на русский – малыш. Его построили около 30 лет назад. За это время ни разу не меняли окна. Воспитатели рассказывают, каждый раз, когда открывают форточку на проветривание, боятся, что обратно закрыть уже не смогут. Ну а родители каждую осень до сих пор вынуждены заклеивать щели. Об этом рассказала Светлана Сметанина. Прамо деревянное. Мурки продувают. Очень холодно даже. Во многих детских садах замена уже произошла. У нас до сих пор нет. В бюджете на следующий год по указу главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения на образование предусмотрено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. На образование сегодня выделяются очень большие средства. В том числе на ремонт 40 детских дошкольных учреждений. Я надеюсь, что район, получив эти суммы, именно по линии образования, включит детский сад Капепке именно на замену окон. О распределении денег в районе уже подумали. Капитальный ремонт садика Капепке запланирован на 2020 год. Замена окон в перечень работ тоже входит. Сметьте, увидим полностью уже проекты документации по капремонту. Сколько там окон мы сможем освоить на эти, выделить деньги? Сто процентов или не сто процентов? Те помещения, где дети спят, занимаются, в первую очередь эти помещения включить. В селе Акулево часто возникают перебои с водой. Дело в водонапорной башне. Пожаловалась деревенская староста. У нас очень худая башня. Там обслуживают две деревни. Ремонтируем, там варим, там варим. Все ко мне звонят по всем вопросам. Воды нет, ко мне звонит народ. Реконструкция водонапорных башень, а их в республике 1400, тоже предусмотрена в рамках указа. Именно на ремонт водонапорных башен выделяется для сельских населенных пунктов 200 миллионов рублей в республике. Сегодня сельское поселение должен через администрацию района заявиться на ремонт этой башни. Сметную стоимость должен делать, в принципе, и успеть, чтобы попасть в эту программу. Еще один вопрос – возможность оплаты услуг по вызову мусора в районе без комиссии. На выездном заседании Госсовета этой осенью региональный оператор пообещал открыть в Кугесях представительство. Почему этого до сих пор не сделано, выясним, сказала Альбина Егорова. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. 3 декабря по всей России юристы отмечают профессиональный праздник. Юридическое сообщество Чувашии собралось на торжественное собрание в здании прокуратуры. По видеоконференц-связи на нем могли присутствовать правоведы со всей республики. День юриста объединяет адвокатов, нотариусов, судей, работников ЗАГСов, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто имеет отношение к праву и закону. Отмечать профессиональный праздник начали 155 лет назад, когда была принята судебная реформа 1864 года. В отечественный календарь дата вернулась в 2008 году. Наша задача, чтобы юридическое сообщество тесно участвовало при решении насущных вопросов и в будние дни сообща, оперативно решало задачи, проблемы наших граждан во благо повышения их социального благополучия. Быть юристом не только почетно, но и огромная ответственность. Мы отвечаем не только за результаты своего труда, но и за судьбы многих людей. Люди нуждаются в бесплатной юридической помощи для решения тех или иных правовых вопросов, подчеркнул глава Чувашия. Я благодарен всем тем юристам, которые выезжают вместе с нами на единый информационный день, который мы ежемесячно проводим. Потом прием на местах проводим, это тоже очень важно. Ведь мы не выбираем, где лучше, где хуже, где приятные вопросы будут задавать, где неприятные вопросы нам будут задавать. Мы на системной основе эту работу проводили и будем проводить с одной единственной целью, чтобы иметь достаточно обратную связь, чтобы потом реагировать на эти вопросы. На защите прав и интересов во всех сферах жизни общества находятся сотрудники прокуратуры. С этого года попасть на прием в республиканское ведомство стало проще. Люди могут обращаться за консультацией к прокурору Чувашии дистанционно с любого районного отдела. Это очень удобно, а самое главное, более оперативно и соответствует современным реалиям жизни. Всего за истекший период 2019 года нами разрешено около 17 тысяч обращений граждан, из которых более 3 тысяч обращений, 3 тысячи 49 конкретно, удовлетворены. Лучшие в своей профессии юристы получили сегодня заслуженные награды. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В Чуваксарах прекращено уголовное дело в отношении сотрудника ВДКонала. Он не оградил открытый канализационный колодец во время работ около одного из домов в микрорайоне Альгешева. В результате в него упала маленькая девочка. Обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявили сотрудника ВДКонала. Установлено, что 14 июня обвиняемый в нарушении требований безопасности в ходе выполнения работ по плановой промывке канализационных сетей в микрорайоне Альгешева не оградил открытый канализационный колодец у входа в один из подъездов дома номер 7 по улице Болгарстроя с такетным барьером, который ему был предоставлен. Тем самым была создана реальная угроза для жизни и здоровья граждан. Девочка ушибла руку после осмотра врача, ее отпустили домой. Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело прекращено. Он заплатит штраф в 7 тысяч рублей. 3 декабря Международный день инвалидов. Его приняла Генеральная ассамблея ООН. В Чебоксарском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Экскурсии для школьников на предприятии города. Затем и продолжит Мария Шоклева. Белые халаты, чистые руки и предвкушение чего-то очень вкусного. Это ребята 3-й Чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приехали на фабрику. Конфеты у нас упаковываются на станке пособочном. В смену мы делаем 3 тонны конфет. Производительность наша. Педагоги школы стали помощниками технологов. Работали с урдопереводчиками, обращая внимание учеников на важные детали. Я бы хотела именно конфеты делать, потому что хотела бы дарить детям радость. Мы на фабрику берем с ограниченными возможностями. У нас и работают люди с ограниченными возможностями. Они у нас собирают вафли, печенье, сахарные изделия. Поэтому мы даже их ждем и с радостью будем вместе с ними сотрудничать и работать. Ребята узнали многие секреты профессии. Например, почему эта машина называется гильотина или как топится глазурь. Из кондитерского цеха в вафельный. И снова дегустация. Как говорится, с пылу с жару. Пока эти листы пресные. Нам нужно что? Склеить листочки между собой. И мы делаем начинку. Начинка у нас делается так же в тестом и в сильной машине. Туда идет что у нас? Жир, сахар, да? Мне очень понравилась атмосфера в фабрике. Где-где-где чисто, вкусно пахнет конфетами и печеньем. Ну, больше тебе понравилось, как делать печенье. Там очень вкусно, там теплое. Организатор экскурсии. Центр занятости населения города Чебоксары. Хотим привлечь внимание работодателей к проблеме трудоустройства инвалидов. И дать людям с инвалидностью возможность быть востребованными в нашей жизни. В Центр занятости с начала года обратилось 615 человек, лиц с ограниченной возможностью. Из которых 63% мы трудоустроили. Ряд инвалидов прошли профессиональное обучение по таким специальностям, как архивариус, оператор станков с ЧПУ, специалист по кадрам, специалист по социальной работе и другие специальности. Мир постоянно меняется. Чем раньше ребята начнут подготовку к взрослой жизни, тем легче им будет. И неважно, ограничены твои возможности или нет. Мария Шоклева, Андрей Шоклев. Республика. Состоялся первый республиканский турнир по игре «Боча». Спортсмены-любители боролись за кубок с символичным названием «Равенство возможностей». За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. «Боча» – самый адаптивный вид спорта для игроков с поражением центральной нервной системы и травмами позвоночника. Последние несколько лет он набрал популярность и в нашей республике. А все потому, что регулярные занятия развивают ловкость, точность, координацию движений и помогают тактически мыслить. Такая хорошая игра. Мы вот играем уже два года, и нам всем нравится инвалидам. Мы приезжаем сюда, несмотря ни на погоду, ни на снег, ни на дождь. Профессионалы и любители «Боча» собрались сегодня не только ради соревнований. Главная их цель – обратить внимание общества на проблемы, которые испытывают люди с ограниченными возможностями, заметить и помочь. Участники турнира уверены, что болезнь – не приговор. И личным примером показывают, что спорт и инвалидность совместимы. Народа очень много, и они все живые, все активные. И сложно сказать, что у них есть какие-то ограничения. Мы все люди, в первую очередь, все ребятки, это доказывают своим примером, что они живут, несмотря ни на что. И живут, самое главное, полной жизнью. Играть в «Бочу» может любой. Было бы желание. Сегодня турнир объединил участников из «Конаша», «Шумерли», «Мариинского посада» и «АллатРа». В планах у организаторов и участников выйти на новый уровень и представить республику на российских спортивных площадках. Богдана Дойникова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика. 10 декабря стартует культурный марафон «Новогодняя республика». Он приурочен к грядущему столетию региона. Для жителей муниципалитетов подготовят яркую концертную программу и кинопоказы новых картин о выдающихся земляках. Подробности у Дмитрия Ковалева. В следующий год станет насыщенным на масштабные фестивали. В преддверии юбилейной даты в республику планируют пригласить лауреатов премии «Душа России». В программе выступление трехтысячного детского сводного хора и музыкальная битва 100 лучших гармонистов со всей страны. Праздничный марафон охватит все муниципалитеты. Празднованием векового юбилея планируется охватить всю республику, задействовать их жителей, чувашское население, субъектов Российской Федерации. Этот праздник должен стать всенародным. В каждом районе пройдет выставки Чувашского национального музея. Мы выезжаем туда. Мемориальный комплекс летчик-космонавта Николаева. Достигнут договоренность об организации в июне 2020 года Международного фестиваля детского творчества «Песенка года 2020». Столетие республики станет поводом развивать межрегиональные связи, отметил Михаил Игнатьев. В Крыму, Севастополе и Самаре уже прошли Дни культуры Чувашии. На очереди Уфа, Санкт-Петербург, Ульяновск и Москва. Все мероприятия должны быть проведены достойно. И мы должны улучшить социальное самочувствие каждого жителей, каждой семьи. Понятная эта история, эта традиция, уклад жизни. В юбилейный год на первый план выходят семейные ценности. История республики – это прежде всего память. Неразрывная связь поколений, отметил глава региона. Это практически сокровище, можно сказать, нашего общества. И с этой точки зрения придавать нужно и современности, для того, чтобы молодежь тоже была бы вовлечена. Тем более 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне еще раз придает значение, значит, и еще раз все это дело передавалось нашему молодому поколению. Уникальные документы из архивных фондов республики планируют увековечить в книгах. Об истории каждого муниципалитета жители услышат в теле и радиоэфире. В каждом муниципалитете сейчас будут создаваться собственные программы о жизни района, о людях, которым гордятся земляки, о том, как в самых отдаленных уголках республики готовиться к празднику, о достижениях непосредственно в муниципалитетах. От члена форкомитета поступило и еще одно предложение. Увековечить юбилейную дату в названии одной из столичных улиц. Назвать или улицу столетия Чувашской республики, или какую-то площадь, или еще какой-то сквер, парк и так далее, чтобы увековечить все-таки столетие Чувашской республики. Проходит один раз, и на многие-многие годы оно бы звучало. Эту и другие инициативы Оргкомитета рассмотрят в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков. Республика. Четвертый Всечувашский кинофестиваль «Асам» начал свою работу. На протяжении трех дней жители республики увидят фильмы наших земляков, снятые за последние несколько лет. Вне конкурса покажут картины гостей из Башкортостана, Хакасии и Украины. Одним из первых любителей чувашского кино посмотрели документальный фильм режиссера Юрия Спиридонова «Я прошу вас снять фильм». Картина основана на реальных событиях. Главная героиня по имени Катя действительно просила снять фильм о ее судьбе. Но страшнее было бы сегодня просыпаться, когда ты чувствуешь, что тебя трогают. Ты закрываешь глаза, притворяешься дальше спяще, чтобы это быстрее прекратилось, и ты могла дальше уснуть. Я несколько лет, лет до 16, думала, что это нормально. То, что в каждой семье так. Судьба девочки, которую изнасиловал отец и которая за распространение наркотиков попала за решетку, никого не оставила равнодушным. Во время просмотра зрители еле сдерживали слезы. Яна Андреева знала Катю лично. Мы не были подругами, хотя были с одного этажа, но мы не общались. Она была странная, поэтому... Также родители у нее странные, поэтому мы с ней не общались. Я прошу вас снять фильм. Фильм я смотрела до. Он очень интересный, поучительный для подростков. Еще один фильм, который посмотрели зрители в первый день кинофестиваля, драма «Подполковник Варламов слушает». Она о Великой Отечественной войне, о нелегкой судьбе людей того времени. Всего в программу ежегодного конкурса вошли 33 фильма. В их числе документальные и игровые. Впервые на кинофестивале пройдут презентации сценариев для потенциальных инвесторов. Таковыми могут быть как государственные учреждения, так и частные предприниматели. Если наши члены экспертного совета дадут грант, решат помочь, в следующем году мы увидим на свет новый игровой фильм. Печенги киносценариев проводятся во многих регионах. Член Союза кинематографистов Чувашии Елена Рябцева победила на конкурсе в Казани и сняла фильм «Юман». Теперь его показывают на мировых кинофестивалях. Уровень фильмов, как художественных, так и документальных, год от года растет. Министерство культуры, оно уделяет очень большое внимание развитию Чувашкино. И хочется отметить вклад Владимира Константиновича Корсакова. Он смог открыть в Чувашском государственном институте культуры специальность, которая позволяет готовить как режиссеров, так и операторов. В рамках кинофестиваля работают три площадки. В Национальной библиотеке, в Театре юного зрителя имени Сеспеля и в Чувашкино. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Бахтиар Велиев, Республика. Первой на протяжении 85 лет круглую дату с начала работы отмечает одно из старейших предприятий Чувашии – Чебоксарский хлебозавод номер один. Об этом далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тяжелые сороковые стояла задача накормить город. В 90-е остаться на плаву. Сейчас удерживается доверие покупателей за счет качества, а еще привлекать внимание новинками. Мы постоянно занимаемся над расширением ассортимента. Наша продукция занимает призовые места на международных выставках. Ежедневно на прилавке магазинов хлебозавод поставляет более тысячи наименований продукции. В 2002 году открыли кондитерский цех. За смену сотрудники готовят 60 видов разных тортов и пирожных. Покупатель, потребитель, он хочет постоянно видеть разное. И удивлять нам не просто удивлять, но мы, тем не менее, стараемся. Коньяк у нас идет пятизвездочный. Яйца идут наши. Мед идет у нас натуральный. Все идет у нас натуральное. За этим у нас очень строго следят. Один из самых любимых среди жителей видов продукции – ванильные баранки и сушки. Технологическую линию законченного цикла, а это тесто-разделочное оборудование, система охлаждения, транспортеры и упаковка, открыли в специально построенном здании. Это решение генерального директора Елены Бадаевой. Карьеру на заводе она начинала со штамповщицы. Уже 55 лет она печет хлеб и 35 печется о сотрудниках в качестве руководителя. Старанием Елены Игнатьевны и старого бараночного производства перешли новый цех. Мы сейчас работаем чистым светлым помещением. Весь процесс ведется в автоматическом режиме, что позволяет повысить производительность и качество. Новые технологии в сочетании со старыми традициями. А еще любовь к своему делу. Судя по всему, таков рецепт успеха Чебоксарского хлебозавода номер один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова